Машины по кругу, чтобы хоть найти какой-нибудь интересный момент в гонке, поэтому не судите строго, что я что-то упущу, где-то опоздаю, что-то не догляжу или не покомментирую. Это всё-таки игра не позволяет контролировать, так сказать, весь этот процесс, она в принципе не предназначена для таких трансляций. Хорошо, что у нас есть в наличии хотя бы такой инструментарий, но не будем об этом, но лучше последим за гонщиками. Александр Иванов опять идёт с улучшением своего времени, как я и говорил, видимо что-то подкрутил, где-то пытается добавить, но уже, по-моему, проигрывает в своём времени. Графика, конечно, не точно показывает текущее положение дел, но будем надеяться, что он всё-таки улучшит свой результат и сможет отобрать первую позицию, первый промежуточный пол, можно сказать, у Николая Клоскова. И вот как раз он выходит из последнего поворота, педаль в пол и... Нет, к сожалению, не улучшил он своё времени, вступил к лучшему результату более 4 десяток секунды. Ну, значит, есть время ещё для одного быстрого круга, в принципе, даже для двух успеет пойти на второй быстрый круг. Николая Клосков сидит у нас в боксах и просто дожидается окончания квалификации. Даже старт со второй позиции весьма неплох. Всё-таки в ГТР, в виртуальных гонках, позиции первая или вторая не сильно важны. Главное, хорошо стартовать, не прозевать старт светофора, совладать собственной машиной на старте. Многие пилоты уже в боксах ждут окончания квалификации. И, в принципе, дождать осталось уже совсем недолго, чуть больше минуты. Более 30 кругов, если я не ошибаюсь. Это почти час гонки. Значит, будет довольно-таки непростой отрезок. И обязательно, конечно, нужна будет дозаправка. Без неё, скорее всего, не обойдётся никто. Даже те, кто очень умеет хорошо экономить серезивом. Вот я смотрю, Алексей Спиричев зашёл, также с нашего портала. Значит, всё-таки успел к началу гонки. В общем, смотрим на результаты и видим, что, скорее всего, так всё и закончится. Первый у нас Николай Клосков. Единственный, кто вышел из минуты 44. Вторым стал Александр Иванов с достаточно приличным отставанием. Третий у нас Дмитрий Смекалов. И дальше уже отрывы не очень большие. Алексей Овчаренко, Анатолий Корычев, Павел Вараксов, Дмитрий Жбанников, Евгений Леонов, Сергей Лапин, Евгений Буклюков. Вот первая десятка. Все они, в принципе, в пределах трёх секунд. Уложились в три секунды. Почему-то Алексей Спиричев у нас не вышел на трассу. Не очень хорошо, так как он будет у нас в девятнадцатом. Мог бы, наверное, стартовать как минимум в середине. Но, к сожалению, времени он, наверное, не успел показать. Просто не подготовил настройки для гонки. Точнее, даже для квалификации, возможно, готовят для гонки. Но ждём, ждём. Сейчас торопиться не стоит. Квалификационная сессия закончена. Сейчас пяти минуты разогрев. Для кого-то это какая-то последняя пауза перед гонкой. Можно пересходить, перекурить или подготовить окончательные настройки на гонку. Подкрутить, так сказать, все элементы. Ну и мы подождём ещё пять минут. И мы узнаем, как пройдёт старт первого этапа в классе ГТ-2. ГТ-2 ГТ-2 Как мы видим, вармапом многие воспользовались, в том числе и лидеры. В практике всегда не достаёт. Хотя сервер был запущен круглосуточно. Все желающие могли протестировать и подготовить свои настройки. Вот видно, Александр Иванов тестирует старт. С места сразу видно, подходит к делу с толком. Мелочей здесь также быть не может. Конечно, бывают такие ситуации, что квалификационное время, квалификационные результаты могут, в принципе, не помочь пилоту выиграть или обеспечить победу ему, первое место на старте. То есть на финише часто бывает такое, что лидеры в квалификации могут даже не доехать гонку или оказаться в середине пилотона. Всё зависит, конечно, от самого старта, как он пройдёт, будут ли завалы, аварии, возможно, ещё какие-то проблемы. В данный момент у нас гонка будет без переменной погоды, так что погода уж точно не вмешается, дождя не будет. И всё зависит исключительно от самих пилотов, от их профессионализма, подготовки. Ну и, естественно, случайный фактор возможен. Так что старт может быть действительно непредсказуемый. Кто знает, что произойдёт. Вот некоторые соезжают в боксы, как раз, чтобы хотя бы не забыть, где они, знать, где тормозить, чтобы не превысить скорость на питлейне. В принципе, на этой трассе уже, наверное, большинство знает, где боксы, и даже, мне кажется, все, тут уж их нельзя пропустить, они очень удобно расположены, въезд, по крайней мере. Да и выезд тоже очень удобен. Никому не помешаешь. Как раз можем посмотреть за ним. Так, вормап у нас заканчивается, уже меньше минуты осталось до его окончания. Так сказать, уже отчёт гонки пошёл, начало гонки. Вот, вы видите, Алексей Спиричев показал время минуты 47. С таким временем он действительно мог попасть спокойно в первую десятку. Вот, к сожалению, не успел. Не успел на всю квалификационную сессию. Зашёл практически в конце. Ну, и решил, что смысла большого ехать в квалификацию нет. Просто дождался вормап и гонки. Но, как я говорил, шансы есть всегда. Даже с последней позиции можно прорваться в первую десятку. Всё зависит от множества обстоятельств. Здесь, естественно, быть уверенным ни в чём нельзя. В зависимости от того, как пройдёт эта трансляция первая. Возможно, будут и следующие. Посмотрим, понравится ли кому-то эта идея. Или скажут, что прекращай заниматься фигнёй. Поэтому я просто буду ждать. Ждать. Спасибо. 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 Итак, последняя секунда перед стартом. Вы меня сейчас простите. Мне придётся старт начала вам показать. Потом придётся покинуть стартовую решётку. И какую-то часть времени, несколько секунд буквально, трансляция будет от моего имени, а потом я переключусь уже на остальных пилотов, просто чтобы более детальной была информация о машине и более удобные ракурсы с подписями пилотов. Ради этого мне приходится выходить на старт. Так что просто подождём. Сейчас старта, потом я переключусь за себя. Ну и продолжу смотреть. Вот старт начинается. Зелёные огни. Гаснут. Красные огни. Всё. Старт. Вот. Вы видите, о чём я говорил. Смотрите. Александр Иванов потрясающе принял старт. А вот Николай Колоскоп упустил и первую, и даже вторую позицию. Правда, сейчас боремся за свою позицию. Вот. Вот. Вот уже завалы. К сожалению, без этого не обошлось. К сожалению. О чём я и говорил. Вот. Первая позиция превратилась уже в шестнадцатую. И так далее. Сейчас я переключусь без самого себя. Продолжение следует... Так. Вот. Сейчас мы уже наплетаем за лидером. За его первым местом. Александр Иванов уже начал отрываться от второй позиции Смекалова. Прошу прощения заранее за не знание некоторых имён. Поэтому буду говорить обращаться по фамилиям. Вот. Евгений Леонов у нас вышел на третье место. Также неплохой старт.